Председатель Российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релакантам, уехавшим из России, поддерживающим Украину, лучше не возвращаться назад. Еще в июне 2023-го Володин призывал уехавших россиян вернуться в страну. Теперь же предложил подумать, где размещать оппозиционно настроенных вернувшихся граждан России. Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории Российской Федерации, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен. С таким заявлением Володин выступил на пленарном заседании Госдумы. Это заявление обидело губернатора Магаданской области. Оскорбился политик не за соотечественников, которых лишили права на личное мнение и гражданскую позицию, а за подотчетную территорию. Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться. Тем более эти клише от релакантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть. Но от них надо избавляться, причем избавляться всем, не только нам. Сергей Носов, губернатор Магаданской области, из публикации издания «Медуза». На встрече с учителями Носов доложил о небывалых успехах в развитии региона. Цитирую. «По поручению президента и правительства. И предатели им на Колыме не нужны», – сказал губернатор. «Для демократического мира такие заявления политиков недопустимы. Для России норма», – говорят эксперты. «Запугивание россиян продолжается. Пропаганда, не останавливаясь, в постоянном режиме доносится со всех утюгов на граждан России. Поэтому, в общем-то, Володин – официальное лицо. В общем-то, глава Государственной Думы. То, что это незаконно на сегодняшний день. Он, орган, ни о чем не говорит». «Релаканты. Они, безусловно, как кость в горле. Необходимо власти России полностью контролировать умы граждан. И любое восприятие, которое идет в противовес общему мнению Кремля, это, конечно, для них проблема. И они стараются минимизировать свои риски». Кремль стремится предотвратить возвращение в страну тех, кто потенциально может повлиять на настроение россиян. Любое свободомыслие абсолютно неприемлемо и даже смертельно для Кремля. «Нужно выжить максимум возможного противодействия страны. И все шаги, которые делает российская власть в последние годы, они направлены как раз на это. Но я думаю, что не стоит нашим зрителям напоминать, что как минимум последние 10-11 лет с третьего незаконного срока Путина ни одного разрешительного закона не было принято в стране». После объявления в России в сентябре 2022 года так называемой частичной мобилизации страну покинули сотни тысяч российских граждан. По данным Форбс, из России выехали от 600 тысяч до 1 миллиона человек. Это крупнейшая волна эмиграции со времен распада СССР.